Здравствуйте! Это программа Спортсто и я ведущий Дмитрий Марков. Коротко о спортивных событиях прошедшей недели. 2 апреля в районе Качгаркинской Курьи прошли состязания оленеводов Нинецкого автономного округа Саминхат-Мирета. С 31 марта по 3 апреля в городе Тверь прошел турнир класса Б по боксу. Участие в нем приняли и наши боксеры. Девятые спортивные состязания оленеводов Нинецкого округа Саминхат-Мирета самые быстрые прошли на Ринмаре 2 апреля. Местом заезда встала Качгартинская Курья. Программу внесены гонки на оленей хупряжках, тройной национальный прыжок, метание тензея на дальность, прыжки через нарты, бег мужчин на дистанцию 1 км и женщин на 500 метров. Дмитрий Вылко участвует в Саминхат-Мирете уже пятый раз. Он считает, что для победы нужны хорошие олени. Самое главное вожак. Самое главное, чтобы подобранные пилеи были. От этого зависит вся гоночная стресса, адреналин, считай, что. А так обучаем мы их годами. Два-три года обучаем, чтобы их дрессировать, чтобы на этих гонках он участвовал. Прежде чем вывести упряжку на старт, каждому участнику соревнований нужно испытать себя в национальных видах спорта. Тройной национальный прыжок – совершенно необходимое умение для каждого оленевода. В этом виде победителем стал Владимир Литков из СПК Ерв. Прыжки через нарты считаются одним из сложных видов соревнований. Тут требуется выносливость и сила. И здесь лучшим стал представитель Ерва – Владимир Вылко. И, наконец, любимый всеми вид – метание тензея на точность. В этом году тензей забрасывали на головку нарт. Самым метким оказался Иван Литков – оленевод СПК Ерв. А дальше всех тензей метнул Алексей Литков – представитель СПК Ерв. В этом году из соревнований исключили бег у мужчин и женщин. Отказались организаторы от метания топора. Это очень технический вид, для которого нужна большая площадка. Топор иногда улетает за 150 и за 200 метров. Качгартинская курья хоть и большая, но по командному зачету оленеводы СПК Ерв вышли в победители. Олег Литков считает, что в процессе подготовки к соревнованиям мелочи не бывает. Мы принимаем каждый год участие, кроме прошлого года. Почему? По причине того, что у нас была вспышка в хозяйстве в Ерве и были недопущены соревнованиями. А вы принимаете участие только в гонках или в северном многоборье? Я многоборье принимаю в тензей. А у вас как результаты? Вы занимали первое место, второе, третье? Да, я занимал по тензее, второе место занимал. А по гонкам? По гонкам тоже второе занимал. А может еще кто-то из Ерва, вы знаете, что бы занимали первое, второе место? У нас есть такие люди, которые тоже занимали места. А может и называть их. Ну кто нас занимал, потому что я забыл в те годы, в задние годы. Ну а как вы считаете, вот это популярно сейчас северное многоборье? Северное многоборье популярно, но сделали мало этих, как я, конкурсов. Конкурсов, а? Да. Люди готовились, одевались нормально. А после готовились, одевались? Ну как, это национальная одежда, все равно по-любому нужно ее носить на праздник. Сейчас тем более погода. А вот у вас национального, например, что у вас? У меня все национальное. Все национальное? Кроме вот химчулков. После обязательных соревнований в национальных видах, участники стали готовиться к самому зрелищному этапу соревнований – гонкам на оленьях-упряжках. У нас записывалось сегодня 48 участников. 48 участников. Это будет порядка 40 упряжек. 40 упряжек. Здесь, скорее всего, 5 заездов по 8 упряжек. Из каждого заезда по 2 упряжки. И в финал попадают 10 упряжек. Спортсменам предстояло сначала выступить в пяти отборочных заездах, где из каждого в финальные попали двое лучших. На старт выходили по 8 упряжек. Как правило, победители сразу вырываются вперед. Причем первых от вторых отделяют считанные метры, но случаются и казусы. Каждый заезд определил по двум лучшим гонщикам, которые встретились в финальном заезде. Самым быстрым стал представитель семейно-родовой общины ВИТУ Андреев Тысвий. Главную награду соревнований и звание «Самое быстрое» получила Екатерина Литкова, чумработница из СПК ЕРФ. Дмитрий Марков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Серебряную медаль завоевали наши хоккеисты на втором ежегодном чемпионате за Кубок губернатора Ненецкого автономного округа. О том, как проходили игры и насколько была подготовлена наша команда, нам расскажет гость нашей программы, капитан сборной Ненецкого автономного округа Вадим Викторович Протасов. Здравствуйте, Вадим. Во-первых, я хочу вас поздравить с достойным выступлением на соревнованиях. А вот можете мне сказать, какой был самый достойный соперник, самый сильный у вас? Ну, ожидаемо, конечно, это «Башнефть». Видно, что они наголо выше и нас, и участников республики Коми тоже выше. А так, основная борьба у нас намечена была победить программа «Минимум» Северной нефти, ну и по возможности «Лукойл Коми». Задачу мы немножко перевыполнили. Ну, так вышло. В концовочке в третьем периоде сыграли 3-3 и дополнительное время назначили буллиты. По буллитам наш вратарь выстоял Сергей Вертунов. И из буллитов Михаил Меркулов забил гол и Александр Чербаев. Два красивых гола забили. Я бы, конечно, отметил бы Валерия Даника. Его два гола очень нужные в первой игре. И последний Валерия забил. Потом Алексея Рыбкина я бы отметил. Тоже он играет хорошо, летит. Видно, его отметили и соперники, и гости наши отметили его. Кого еще боится? Володя Витерца в защите неплохо играет. Сергей Паромов тоже самотверженно играл. А вот в сборной были еще школьники, нет? Да, были. У нас там Эдуард Бурминский, тоже подающий надеждой у нас. Михаил Кожевин. А вот кроме медалей, вы какой приз еще получили? Ну, дали там мягкую игрушку, шайбу, и бубен дали. Бубен? Бубен, да. А какие будут ближайшие соревнования, может быть? У нашей сборной. У нас сейчас сезон закончен уже. Буквально-таки в понедельник закончилась ночная лига. В финале победили Полярные Волки. В воскресенье в 14 часов будет награждение. Да. И все, пожалуй. И это финальные соревнования, да, будут по ночной кинолиге в Сочи с 7 по 14. Спасибо, Вадим. Моя. Спасибо, Вадим. Две бронзы за бокс. Столько наград принесли в копилку Ненецкого округа участники первенства Северо-Западного федерального округа. Наш регион представили спортсмены младшей возрастной группы. Несмотря на юный возраст, они смогли показать мастерство и дать отпор противнику на ринге. 28 марта Илья Миненков и наша команда вернулись с первенства Северо-Западного федерального округа по боксу, который проходил в городе Петрозаводск. Илья Миненков боксом занимается уже 6 лет. Из 18 проведенных боев выиграл 16. Впервые в Северо-Западном федеральном округе завоевал бронзовую медаль. Соперники были достаточно сильные. Было очень их много. Много ребят. Они все выступили достойно. Я провел два боя на этих соревнованиях. Один я выиграл, а второй я проиграл. Первый бой был не сильный соперник. Я с ним уже боксировал, уже его выигрывал. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 10 регионов ССФО. Победители первенства областей и республики по боксу среди юношей 2002-2003 года рождения. Наш округ представляли 5 спортсменов. Трое – воспитанники Дворца спорта Норд. Трое – из дюц-лидер. К этим соревнованиям ребята готовились целый год. В июне был сбор в горах. Осенью трижды ездили на соревнования в Усинск. Илья ездил на турнир Невского. На первенстве ССФО двое наших боксеров заняли третье место, а остальные проиграли в первом же бою. Ребята были подготовлены. Я надеялся, что что-то будет. Даже лучше будет. Ну, так они выступили неплохо. Видно было, и школу работали. Ну, не хватило опыта. Вот, например, Филиппов, у него попался левша, он пока пристроился с левшой. Здесь нет левши, а там пристроился уже бой. Ну, хотя бой такой непроигранный бой, выигранный. По мнению тренера, участие в таких соревнованиях – это хорошая школа. Спортсмены, с которыми наши ребята встречались на ринге, провели от 50 до 60 боев. Хотелось бы еще отдельно отметить о том, что на данный момент конкуренция даже в юношеском спорте, в олимпийском виде, да, сильно возросла. И теперь, выезжая на каждый турнир, нам действительно приходится ощущать сильную конкуренцию со стороны других спортсменов. И даже в полуфинальных ребята уступили спортсменам, которые стали первыми на этом турнире, то есть победителям в равных боях. Наша федерация планирует подготовить ребят к следующему первенству с ССФО. Оно пройдет через год. А теперь о том, какие спортивные события пройдут на следующей неделе. С 8 по 10 апреля на лыжи роллерной трассе придут 47-е лыжные гонки «Северное сияние». Это была программа «Спортсто» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!